Чтобы жить, надо дышать. А если из-за болезни, самостоятельно дышать не всегда получается. Именно так сложилась ситуация у 27-летнего азовчанина Евгения Казакевича. 20 лет назад врачи поставили предположительный диагноз – прогрессирующая мышечная дистрофия дюшина. По словам мамы юноши Елены Викторовны, данное генетическое заболевание обычно передается от мамы к сыну, но в данном случае болезнь спровоцировала прививка от полиомиелита. Нам взяли прививку, вечером у нас уже была температура, но мы ее как-то сбивали, она еще как бы поддавалась утром, температура перестала поддаваться, сбиваться, и у нас уже была под 40 температура, мы вызвали скорую. Скорая нас достаивала в больницу в реанимацию, потому что пока нас довезли, у него произошла остановка дыхания. Его сразу подключили к кислородной подушке, он как бы дышал там все это, но они оставили в реанимации, потому что боялись, чтобы полностью не остановилось дыхание у него. Он сутки пробыл в реанимации, оттуда его вывели и сказали, что просто так ничего не бывает, что будет дальше, мы не знаем. Некоторое время со здоровьем у мальчика все было нормально, но к 7 годам стали проявляться тревожные признаки. Вот он когда идет, он стал уставать, устает, или вот шел-шел, вроде пытается бежать, и в него подворачивается ножка, и он падает, и слаживается весь буквально, вот ребенок чуть не лбом бьется об землю, потому что он не может удержать свое тело. В областной больнице врачи предположили, что у мальчика прогрессирующая мышечная дистрофия дюшина, однако лабораторные исследования ни в Ростове, ни потом в Москве диагноз не подтвердили. Нам тоже так же сказали, что идет какой-то генетический сбой, где что, пока найти не могут, потому что не так сильно прогрессировало заболевание, как бы должно у мальчиков с мышечной дистрофией дюшина по наследству. При этом генетические исследования подтвердили, что мама не является носителем данной болезни. Тем не менее, до 16 лет недуг прогрессировал. Десять лет сел в коляску, тут потом начала крутить ноги, обувь эту не выдавали, покрутила эти ножки ему. Я все хотела взять операцию, нам не разрешали делать операцию, с таким заболеванием не делали. Пошел этот сильный сколиоз у него, вот как бы, ну все вот это вот. Потом как бы болезнь остановилась, все было в одной паре, и мы как бы успокоились. Ну все равно в России ничего не делалось, диагноз очень редкий, и никто ничего, как бы, генетикой не занимались в России на тот момент вообще. Семи лет жизнь Евгения стала борьбой за возможность дышать, а значит жить. На некоторое время болезнь будто бы остановилась. Юноша стал участником ансамбля танцев на колясках «Виктория». Занимаясь на дому, окончил институт. Но осенью 2016 года затаившийся было недуг, начал прогрессировать. Сильно искривился позвоночник, почти невозможно стало держать голову. Обследование московскими врачами показало, из-за недостаточного объема легких Евгению требуется аппарат для неинвазивной вентиляции легких, которым теперь Женя пользуется практически постоянно, с ним спит или просто лежит. Своей опорой и надеждой Женя называет маму, которая поддерживает, не дает сломиться. Вместе добились многого и продолжают надеяться на лучшее. Болезнь болезнью, а унывать не стоит. Если тот человек унывает, он сам себя к этому настраивает, подталкивает. Жить надо, несмотря ни на что. Проблема в том, что выданный благотворительным фондом аппарат старого поколения. Сейчас выпустили нового поколения. И так как у нас все аппараты в России иностранные, не наши, у нас аппарат германский. Германия выпустила новый аппарат. Этот называется Венти Мушун, а другой называется аппарат, который выпустил Венти Лоджик. Практически одно и то же название, только что то новое, это старое. И так как аппарат старый, они его снимают с производства, на него нет расходок. Расходка – это маска, это контуры, это фильтры, батарея, которая будет держать, если отключили в ночное время свет. Короче, этого ничего нет. Они закрыли его производство, сняли его вообще теперь в продаже. Нет этого аппарата. Оставшихся расходников хватит самое большее на три месяца. То есть необходим новый аппарат, который стоит 665 тысяч рублей. Когда особенно лёжа, дышать тяжело без аппарата. И аппарат, ну, как бы, важен. Что помогите, дорогие жители и земляки города Азова, приобретение нового аппарата. Так как без него я не смогу спокойно жить и дышать. На страничке Евгения в сети интернет стоит статус. Мы верим, самые обычные люди умеют делать самые настоящие чудеса. Верим, что вместе мы способны изменить, если не целый мир, то жизнь многих. Дорогие земляки, прошу вас, помогите моему сыну Евгению приобрести новый аппарат. Чтобы он мог дышать свободно и спать спокойно, не нервничать, не переживать. Потому что иногда Евгений стал ночью просыпаться и бояться, что он задохнётся. Он боится, что выключится аппарат, и он не сможет дышать. Страшно, когда твой ребёнок тает на глазах. Ты ничем не можешь помочь. Прошу вас, пожалуйста, помогите нам. Реквизиты для помощи вы видите на своих экранах. Татьяна Ивашенко, Александр Кучиц, Азов.Инфо